МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят о ком-то, выносит мозг, выносит мозг. Мне кажется, что развитие системы контроля и управления мозгом есть некая история перемещения мозга. Где находится этот мозг, смарт, который дают характеристику тем или иным элементам системы. Будь то это в контроллере находится мозг, будь то это в компьютере, в карточках. Хотелось бы от экспертов услышать, где идет мозг системы контроля доступа. Ну, как-то про распределение мозга, честно говоря, и правую силу особо не задумывались. Система контроля доступа, это в отличие от остальных систем безопасности, которые представляют все в большей степени системы передачи извещения, системы передачи информации о какой-то тревожной ситуации, в большей степени это система автоматики, когда на выживание воздействия есть необходимость произвести определенную реакцию. И в этой связи изначально даже самые первые системы контроля доступа имели мозг, распределенный с нескольких сторон. То есть, с одной стороны, как и положено по теории надежности, управляющие военные действия должны быть максимально приближены к источнику управления, и, с другой стороны, есть определенное количество информации, которое не влияет на общие надежностные характеристики, и которое возможно хранить сколь угодно далеко от источника управления, от метка управления. И здесь мы также имеем, поэтому, это распределение мозга, выносим его в две разные направляющие. С одной стороны, мы имеем частичный мозг непосредственно у объекта воздействия, то есть это тот самый контроллер с списком необходимого набора элементов, необходимого набора памяти и алгоритма от действия, который должен быть приближен к источнику, к объекту управления исполнительным устройством. Ну и уголовенный мозг – это список, это все-таки реакции, то есть непосредственно список событий, регистрации наших проходов. Где принимаете решение? Мы-то заявляем, как было позволить. В первую очередь, исходя из соображения надежности, конечно же, решение должно приниматься на стороне контроля, безусловно. И такая еще достаточно старая система отечественная. И делали, в общем-то, это было их большой вопрос. Поэтому говорить о том, где конкретно сосреда, очень можно, на сколько. Вообще, сход вся нами изменилась. Это действительно система с распределенным интеллектом. При этом идет обмен информацией. Если возьмем, например, глобальный пасбек, то, конечно, тут без комфикации, без такого-то центрального ядра, которого, как правило, выполняет компьютер, обойтись невозможно. Но конкретную точку обслуживать, конечно, всегда контроль. И, безусловно, наша концепция была изначально, когда мы еще делали самую первую систему, самые первые контролеры, концепция была такова, что от контролера можно отрезать все, и он должен выполнять свои функции так же, как нормально в штатном режиме. Опять же, несколько вульгарных червях взять, разрезать на части. Если каждая часть продолжает жить, даже, я имею в виду, если в контроллере содержится вся информация необходима, если какое-то время, так сказать, необязательно обмен информацией с центральным процессом и так далее, то это вполне система живучая, оправданная в какой-то период времени, вполне допустимая. С другой стороны, система контроля доступа, в общем-то, это безопасность, это только их часть, безусловно, особенно сегодня. То есть система контроля доступа является источником информации для кадровых служб, для бухгалтеры, это контроль судовой дисциплины, и вот уже этот функционал, так скажем, несколько более высокого уровня, когда обрабатывается первичная информация про входа, конечно же, все это расположено на стороне компьютера, и только было бы располагать это еще где-то. Поэтому сказать, что мозги здесь или здесь, я, наверное, соглашусь с моим коллегой, невозможно. Это система со стерленным интеллектом, где каждая компонента выполняет свои функциональные задачи. Ну, здесь на самом деле все правильно говорят, только, собственно, эта система со стерленным институтом. Только надо постоянно не забывать, что это такая своеобразная достаточно система, которая может использоваться в разных задачах. И поэтому на каждой задаче уровень, скажем так, надежности отдельных элементов, то есть уровень надежности для принятия решения, он меняется. То есть, например, если говорить там про гостинчатую систему, там достаточно большой аренду информации находится на карточке, можно засчитать, что основной системой работает. И от того, как она работает, от того, как она меняется данная, то качество системы повышается, как она меняется. Если же говорить, допустим, о простых системах офисных, то там, в общем-то, выполняется достаточно мультиментарная функция учета, и там, в принципе, вся нагрузка лежит, в общем-то, на контролере, который является основным этим звеном, и, в принципе, даже подделка карточки приводит к каким-то таким серьезным проблемам. Поэтому можно признать, что если же говорить о какие-то серьезные системы, которые стоят на объектах, скажем так, повышенной опасности, то там ситуация, скажем так, наверное, ближе всего к этой системе распределенности относится, потому что там каждый звенок становится достаточно равнозначно и равнопрочным. И, в результате, если у вас не распределите вот этот вот объем информации, в общем-то, скажем так, систему принятия решений по отдельным вещам, в том числе, там, произведения серверов, то у вас получится, что ваша система, будет не система контроля доступа по системе безопасности, а просто, ну, скажем так, некая электронная система. Поэтому в этом плане, конечно, система принятия решений, она зависит от задачи, и в зависимости от этого надо понимать, что у вас вот эта вот мозговая деятельность, да, мозговая система, да, она перекладывается с одного места, может перекладываться с одного места на другой, и к этому относится достаточно спокойно. То есть надо понимать, какую задачу, если вы решаете.